Пусть А целое число, Н натуральное, и наибольший общий делитель чисел А и Н равен единице. Оказывается, в таком случае существует число вида А1 плюс А, плюс А2 плюс А в степеника, которое делится на число Н. Ну, если А натуральное число, то это даже можно так сказать. В системе числений по основанию А напишем число из одних единиц. Оказывается, оно может делиться на Н. Ну, наверное, все уже привыкли к этому рассуждению. В общем, оно много-много раз уже у нас встречалось. Рассмотрим степени числа А и бесконечно многое, и разделим их с остатком на Н. Обязательно произойдет повторение, потому что остатков отделения на Н, конечное множество степеней бесконечно много. Значит, будет какая-то такая штука. А в степени Н плюс Н дает такой же остаток, как А в степени Н. То есть их разность делится на Н. Вынося А в степени Н, вспоминаем, что числа А и Н были взаимно простые. Значит, на самом деле А в степени Н сравнимо с единицей по модулю Н. Но проблема вот в чем. Возможно, что А минус 1 имеет с числом Н какой-то общий делитель. Поэтому просто вынести А минус 1 и сказать, что осталось более-менее такого вида выражения, то есть А в степени Н минус 1, при самом деле, Н минус 2, и так далее, при саде. Нельзя. Но можно в качестве числа К взять теперь Н минус 1. Давайте поймем, почему. Если мы напишем в каждую строчку по этих слагаемых 1, А и так далее, А в льд минус 1, дальше А в льд и А в льд минус 1, и так далее, то мы обнаружим, что все числа столбца первого дают остаток 1 при делении на Н. Второй столбец, все числа будут сравнимы с А по модулю Н, дальше А в квадрат и так далее. Важно, что в каждом столбце сумма делится на Н. Ну и значит, вся сумма делится на Н. Субтитры сделал DimaTorzok